Здравствуйте! Больше будет просмотр нашего канала, этим вы поможете продвижению наших вебинаров, записи наших вебинаров. Спасибо! А теперь я, собственно, приступлю к нашей сегодняшней теме. Электронная библиотека глазами преподавателя, университетская библиотека онлайн. Да, всем добрый день и добрый вечер. Я знаю, что многие нас смотрят из Сибири и Дальнего Востока, там вечер. С теми, соответственно, добрый вечер тем говорю. Университетская библиотека онлайн – это базовый флагманский продукт компании Директ Медиа. Компания Директ Медиа занимается многими проектами. Это и издательство, и в интернете у нас десяток разных проектов. Среди них есть подписные, такие вот, как университетская библиотека онлайн. Есть бесплатные или частично бесплатные, такие как энциклопедиум или арт-портал. Сегодня мы поговорим в основном об университетской библиотеке онлайн, ну и немного коснемся других продуктов компании Директ Медиа для конечного пользователя. Что мы подразумеваем под конечным пользователем? Ну вот главная страница нашей университетской библиотеки онлайн выглядит примерно вот так. Итак, наша университетская библиотека онлайн это ЭБС, то есть электронная библиотечная система. Она существует в основном для вузов, средних учебных заведений, колледжей, частично для бизнеса, частично для библиотек. И покрывают некую потребность в основном в учебной и научной литературе для этой категории юридических лиц. В нашей университетской библиотеке онлайн есть несколько видов пользователей или несколько ролей. Есть роли высшего уровня, это роль библиотекаря или как мы сейчас иногда называем коренные пользователи. Но сегодня речь идет не про них, а про роли преподавателя и студента. Это роли конечных пользователей, которые позволяют, собственно, ну ради которых, собственно, электронная библиотечная система и создается. Вот. Я вам сегодня расскажу о функционале, который доступен этим ролям. Функционал преподавателя немножко шире. Он позволяет сделать еще кое-что, кроме того, что есть у студента. И я это отдельно оговорю. А пока начнем с того, что касается всех вообще. Итак, вот наша главная страница. Вот сейчас я по функционалу расскажу, а пока несколько слов общих или цифр, точнее, о нашей университетской библиотеке онлайн. У нас сейчас агрегировано более 140 тысяч книг. У нас более 450 вузов подписчиков. Мы агрегируем более 25% рынка ЭБС в России. Сотрудничаем с четырьмя сотнями, если не больше, сейчас уже издательств, из которых примерно 100-150. Это вузовские издательства. То есть непосредственно от вузов мы тоже берем нашу литературу. Ну и несколько других тут цифр, таких габаритных, которые вы видите на слайде. Я их называть не буду. В чем состоит особенность нашего подхода к, хотел бы сказать, к обслуживанию, но не совсем то слово, как мы относимся к нашим пользователям, что мы хотим им дать. У нас есть один из наших слоганов «Больше, чем ЭБС». То есть мы пытаемся в нашей ЭБС представить нечто большее, нежели, ну не только в совокупности всех наших сервисов от компании Директ Медиа. Стараемся представить нечто большее, чем просто ЭБС в том определении, которое в свое время дал Минобор этому понятию. В чем эти расширения? Во-первых, у нас вы можете встретить не только книги, но и различные формы электронного контента, такие как мультимедиа контент. Мы сотрудничаем с антиплагиатом. Так что у нас внутрь нашей ЭБС встроен детектор плагиата. Правда, в некотором усеченном виде. За бесплатно, то есть просто будучи пользователем ЭБС, вы получаете базовые функции антиплагиата на объеме нашей ЭБС. То есть при сравнении текстов только с базой нашей ЭБС. А если же вы являетесь полноценным пользователем антиплагиата, то есть у вас есть договор с антиплагиатом, то прямо из нашей ЭБС бесшовно вы можете проводить те операции, которые в антиплагиате возможны. То есть сравнение каких-то ваших текстов на предмет наличия в них заимствований со всей базой антиплагиата, которая у него есть. Как я уже говорил, у нас есть бесплатные и условно-бесплатные продукты, такие как арт-портал и энциклопедиум. Это существенное дополнение к учебным возможностям нашей ЭБС. Также у нас есть возможность печати по требованию книжек наших. Мы занимаемся, а вот это уже касается преподавателей, мы занимаемся подвижением в РИНС тех преподавателей, которые у нас публикуются в нашем издательстве. Ну и наконец у нас есть такой проект, на котором вы сейчас находитесь, называется он Директ Академия. Это наш образовательный проект, широкий для всех категорий. В нем есть абсолютно бесплатная часть, это наши вебинары и есть онлайн-курсы, уже платные онлайн-курсы. Это серьезное обучение с выдачей соответствующих сертификатов и удостоверений установленного образца при необходимости. Конкретно про нашу ЭБС. Чем она отличается от других ЭБС? ЭБС мы стараемся, в силу тех действий, которые мы производим, иметь больше контента от ведущих и уникальных издательств. Особенностями является наше ЭБС широкое представление гуманитарных дисциплин, а также экономики, управления, финансов, вопросов бизнеса. Ну и, собственно, наши собственные книги от Директ Медиа, их больше тысячи, тоже представлены, все представлены в нашей университетской библиотеке онлайн. Итак, давайте рассмотрим нашу главную страницу. Я коротко расскажу о тех возможностях, которые они есть прямо, можно сказать, на главной странице. Под пунктом 1 у меня обозначено общее наше меню. Это меню не университетской библиотеки онлайн, это меню перехода между нашими разными проектами. Вот вы видите, сколько здесь проектов. Первый – это интернет-магазин. Интернет-магазин книг «Нонфикшн», в котором можно приобрести книги уже в форматах для скачки, уже в форматах FB2, там, EPUB, PDF, в зависимости от того, что это за книжка. Далее, арт-портал. О нем пару слов в конце я скажу. Бизнес-библиотека – это некая АБС для бизнеса. О ней не будем подробно говорить. Энциклопедиум – это абсолютно бесплатный наш сервис, где собраны все энциклопедии из ЭБС и энциклопедии из правочники. И они представлены на отдельном бесплатном сайте. Школьный портал или библиошкола – это наш вариант ЭБС для школ. Библиотека «Нонфикшн» – это вариант нашей ЭБС для публичных библиотек. Ну и, наконец, Директ-Академия – это вот мы, где мы сейчас находимся. Второй пункт здесь, давайте я буду еще подчеркивать, я люблю обычно что-то писать на слайдах или отмечать. Вот он, второй пункт. Здесь я хочу обратить внимание, ну здесь переключение между языками интерфейса, а также, видите, вот такой вот глазик. Это переход к контрастной схеме отображения для плохо видящих пользователей. Вот специально, ну мы выполняем требования Минобра для того, чтобы наш сайт могли потреблять и люди с плохим зрением. Пункт третий – это поиск. Мы не зря вынесли поиск на самый верх. В современных информационных системах, конечно, несмотря на то, что наша система, она имеет много общего с системами для библиотек, конечно, сейчас поиск – это главное, каталог – это тоже важно, но поиск – это главное. То есть все наши студенты, разумеется, начинают поиск всегда не с каталога, а с поиска, как они привыкли на Яндексе или Гугле. Вот, поэтому он вынесен на самый верх. Пункт четыре – это ваш личный кабинет, в котором вы можете узнать, ну, можете поправить информацию о себе, можете получить доступ к некому функционалу, который характерен конкретно для вашего аккаунта. Вот, ну и, в общем-то, в основном тут находятся различия между различными ролями, да. А, например, у библиотекаря в своем личном кабинете находится гораздо больше функционала, чем у конечных пользователей. Пункты пять, пять и шесть – это каталог, различные формы каталога, а также меню, уже внутреннее меню ЭБС. В частности, вот тут в разделе «Сервисы» хранится много всяких интересных вещей. А про каталог мы поговорим отдельно. А это пункт шесть – это настройка внешнего вида каталога, как его вам приятнее наблюдать. Идем ниже по главной странице. Дальше у нас идут вот такие вот, как это сейчас принято в интерфейсе называть, плитки с наиболее важными блоками и сервисами внутри нашей ЭБС. То есть, это такой другой вариант нашего меню, уже графического. Дальше идут списки книг. Вот по следующей схеме. Во-первых, последние читаемые вами книги. То есть, если вы что-то читаете, то последние книги ложатся вот в этот ряд, чтобы их потом легко было с главной страницы найти. Дальше появляются новинки ЭБС на непродолжительное время. Это может сменяться каждый день, наличие новинок. Ну и плюс, наличие новинок вы сможете посмотреть в сервисах, потом я вам покажу, как это сделать, уже более последовательно. То есть, просто конкретно настроить, чтобы посмотреть, какие новинки пришли в ЭБС за последние столько дней, сколько вы хотите узнать. Внизу нашего сайта находится информация о новостях. Вот здесь публикуются наши новости. Далее, сбоку или снизу, ну по-разному это, иногда это меняется. Не только на главной странице, но и на любой странице нашего сайта есть связь с техподдержкой. И эта связь с техподдержкой, она обеспечивает вам быстрый, ну относительно быстрый ответ на ваш вопрос. Вы прямо в форме задаете вопрос и вам, ну если простой вопрос, то почти в реальном времени. Если более сложный вопрос, может быть, чуть попозже ответят наши администраторы техподдержки, ответят обязательно по почте. Третий пункт, вот здесь вот, это подвал. Это наиболее полное описание меню, включая те пункты, которые не часто посещаются. Вот, поэтому здесь можно найти все. Четвертый пункт, это позволяет вам скачать мобильные приложения EBS в App Store или в Google Play. То есть для эплевских устройств, гаджетов, либо для андроидных. Ну и, наконец, пятый пункт ведется на наши странички и наши каналы в Facebook, во ВКонтакте, а также в YouTube. Ну, про YouTube я уже говорил о нашем канале на YouTube. Одно из вопросов каталога и поиска мы с вами еще рассмотрим, а сейчас я хотел бы вам показать нашу страницу предпросмотра. Страница предпросмотра – это та страничка, которая появляется после того, как вы определенную книжку нашли и перед тем, как вы начали ее читать. Здесь есть определенная информация о книге, которую можно использовать еще до того, как вы, собственно, начинаете читать книжку. И это достаточно полезно, потому что, ну, в принципе, вы можете еще не принять решение о том, что вы хотите читать. У вас при подборе может быть десяток, два или три книжек, которые вы не все из них будете читать. Вам желательно сразу понять, нужны они вам или нет. И вот здесь на этой страничке приводится исчерпывающая информация для того, чтобы это понять. Во-первых, есть ряд кликабельных ссылок на дисциплину, жанр, в котором эта литература, на издательство, на которое можно перейти вот здесь сразу и понять, какие еще книжки есть в этом издательстве. Дальше приводятся данные об объеме, об авторах, об АСБН и ДК, ББК. Дальше, библиографическое описание, что очень важно, я потом еще об этом буду говорить, то, что мы пытаемся вот эту информацию о библиографических данных постоянно высветить на первый план, чтобы упростить жизнь молодым ученым или студентам, которые еще не понимают, как строить библиографические описания для своих научных и учебных работ. Вот иногда многим кажется, что достаточно написать работу и все нормально, и человек сделает там нужное количество ссылок, все будет хорошо. Но часто именно технический вопрос сдерживает студентов, молодых аспирантов, молодых ученых в том, чтобы правильно сделать все ссылки по своей работе. То есть они бы и рады сделать, но они технически не совсем понимают, как это надо делать. Так как библиография это целая наука, и освоить ее, например, молодому аспиранту не всегда просто. Вот это подсказка, которую можете просто копипейстом брать оттуда и складывать в свой список литературы. Вот это будет вам в помощь. Далее, что у нас еще есть? Здесь, да, вот библиографическое описание, а также здесь в этом пространстве может быть либо аннотация, если она есть, либо содержание. Сейчас я пытаюсь посмотреть, есть ли она. Да, ну вот раскрыть его нету здесь. Либо аннотация, либо содержание. По аннотации, разумеется, можно уже принимать решение о том, нужна эта книжка для чтения или нет. А содержание позволяет сразу перейти к тому пункту, который интересен. Потому что, ну особенно если вы занимаетесь сейчас не учебной деятельностью, то есть не учитесь, а пытаетесь найти нужную главу в книге для своей работы какой-то, то очень часто вам бывает надо перейти просто к конкретной главе и прочитать отдельную страничку, больше вам ничего не надо. Поэтому содержание, конечно, содержание можно получить и на экране чтения, но очень важно это сделать раньше, до того, как вы приняли решение. Дальше, если в книге в самой есть список литературы, он также воспроизведен у нас. Вот можно кликнуть по списку литературы и получить вот такой список литературы уже в виде, который можно копипастить. То есть можно отсюда отдельную книжку взять какую-нибудь, да, и скопировать себе, ну с той же самой целью, чтобы что-то процитировать. Далее. Ну, далее, собственно, идет само чтение. После того, как вы приняли решение о чтении, да, кстати, после того, как вы приняли решение о чтении, вы можете либо эту книжку отложить на свою книжную полку, либо в поисковую выборку, не обязательно читать сразу. Ну, так или иначе, когда-нибудь возникает сам процесс чтения, и это самый важный процесс, потому что, собственно, ради этого ЭБС и существует. Вот, ведь ЭБС это не список книг просто, да, это список книг, база данных книг с их содержанием. Можно читать. Вот, поэтому читалка это один из таких, одна из таких возможностей. Стоимость подписки для работы в ЭБС, пожалуйста, узнавайте у нашего менеджера, потому что эта подписка сильно зависит от вашего ВУЗа конкретного и от того, какое количество студентов в вашем ВУЗе. Я обычно, ну, эти цифры просто нельзя привести, они очень разные, все зависит от конкретного ВУЗа. Вот, наши менеджеры вам все посчитают. Если вам это интересно, пожалуйста, приходите к нам и интересуйтесь. Вот, значит, читалка. Ну, в читалке желательно иметь все то, что и так, то есть, читалка должна быть банальной, то есть, такой, какой обычно люди и привыкли видеть. Максимально похожий, ну, например, на Adobe Reader, да, который относительно прост в управлении. Вот мы примерно такую читалку реализовали. Я тут выделил области интересные, ну, области, которые, области функционала. Первая область регулирует формат больше-меньше, масштаб, прошу прощения, больше-меньше по всей странице или по ширине. Второй пункт позволяет гибко управлять страницами вперед-назад, в конец начала на конкретную страницу. И снизу еще есть вот такой вот движок, сейчас попытаюсь его как-то нарисовать, да, движок, который тоже управляет тем же самым, но уже при помощи мышки. Третий пункт. Вот здесь есть интересные моменты. Сначала я расскажу о том, что справа вы можете напечатать некоторое небольшое количество страниц, можете сохранить в PDF до 10% за один раз, до 10% книжки. Это вполне легальная операция. Единственное, что, разумеется, сохраненный вами текст вы можете использовать только для своих личных нужд, то есть для чтения. Перепубликовывать его в открытом пространстве вы не имеете права, это уже нарушение авторского права. А так можете хоть за 10 раз всю книжку скопировать в 10 разных PDF-ов и потом читать их у себя где-то средствами Adobe Reader. Хотел бы обратить внимание на вот эту вот возможность, вот первая, в виде такого значка. При помощи этого значка вы можете процитировать вместе с текстом, то есть взять большую цитату, равную трем или менее страницам из книги, вместе с нашей читалкой. И вставить это в любое место, включая открытые источники. То есть, например, вы можете ввести свой собственный сайт и сделать там несколько вставок вот таких из любимых вами книг размером до трех страниц. Это легально, это не нарушает авторские права, потому что там появляется наша читалка, не просто книга, текст книги появляется, а появляется наша читалка и внутри нее вот этих вот до трех страниц можно листать. А вот, а если появляется наша читалка, это означает, что все легально, то есть считаются эти странички и авторам выплачивается вознаграждение как положено. Четвертый пункт, но это поиск, поиск уже внутри этой книжки полнотекстовой. Пятый пункт, тут всякие закладки, цитаты, отзывы и так далее. Читалка унифицирована с такой же читалкой в мобильных приложениях, поэтому если вы будете продолжить свое чтение в мобильном приложении, то там примерно сохранится тот же самый интерфейс, который я вам описал, но немножко более упрощенный. Ну и теперь давайте поговорим о каталоге и о поиске. Вот наш каталог, ну, относительно недавно претерпел некоторые изменения. В настоящий момент он состоит из трех видов каталогов. Это предметный рубрикатор BBK, такой наиболее глубоко диверсифицированный классификатор. BBK-шный рубрикатор, он удобен для библиотекаря прежде всего, да, это в его терминологии все. Далее, рубрикатор по УГС или УГСН, укрупненным группам специальностей и направлений подготовки. Этот рубрикатор уже больше подходит для подбора литературы для обучения. В нашей БС, кроме литературы для обучения, есть еще научная литература, есть еще классика нон-фикшн и много другой разной литературы. Вот рубрикатор УГС, это рубрикатор по учебной литературе. И здесь можно уже проводить поиск литературы по конкретным УГС, по дисциплинам и по разным другим интересным фильтрам. Ну и есть еще традиционный предметный рубрикатор, который объединяет все и который позволяет охватить всю ЭБС, не систематизацию, а качественные особенности нашей коллекции. Качество дает интеграция всех этих трех видов каталогов, которые каждый каталог можно использовать для своих нужд. Как выглядит этот каталог? По умолчанию включен режим ВБК. Вот такой, вот так он выглядит, этот дерево, дерево ББК. Классификация, она открывается, открывается все дальше и дальше. Ну, как обычно, в общем, с ББК это происходит. А вот так выглядит УГСовский каталог. Здесь цифры, которые классифицируют УГС. А справа находится некий набор фильтров. Вот какие это фильтры. Тип издания, учебные издания, научные издания. И там, ну, примерно десяток или полтора разных видов издания. Это все-таки код ББК, если он необходим. Это уровень образования. И это дисциплина. Вот. Фильтры, которые выустанавливаются здесь, они друг с другом согласуются по логическому закону И. То есть, в данном случае вы говорите, выбрать учебные издания, которые одновременно входят в уровень образования бакалавриат, дисциплины, алгебра и теория чисел. Впрочем, можно выбрать несколько вариантов. То есть, например, можно выбрать несколько дисциплин. Алгебра, геометрия, там, линейная алгебра, например. И тогда внутри этого пункта будет уже действовать закон ИЛИ. То есть, учебные издания по бакалавриату из дисциплин алгебра и теория чисел, или геометрия, или линейная алгебра. Вот так это все действует. Такая логика. Библиографический поиск тоже построен примерно по такому же принципу, чтобы было удобно искать книжки под учебный процесс. Старая система поиска была больше нацелена на исследовательский процесс, то есть на то, чтобы вообще найти нужную книгу, невзирая на то, учебная она или нет. Новый поиск больше ориентирован на учебные издания. В результате как раз преподавателям и студентам стало удобнее искать. Ну и, собственно, библиотекарям, которым надо найти прежде всего литературу для учебного процесса. Как мы видим, поиск, он сильно похож. У него примерно такие же фильтры, но немножко больше их тут. Тут есть, ну, во-первых, тут есть сам поиск, куда можно вставлять поисковые слова и где можно их настраивать, этот поиск. По умолчанию мы пишем только в описаниях, не полнотекстовый поиск. Если вы здесь взведете галочку полнотекстовый поиск, то тогда, ну, он может занять несколько больше времени. Ну, и не факт, что это вам надо, потому что, ну, в учебниках может, ну, скажем так, слово яблоко может встретиться в учебнике по алгебре. Хотели ли вы это? Вот вопрос. Можно искать в книжках с грифом или без него. Ну, и можно искать по-разному. По умолчанию ищется по фразе, а можете искать хотя бы по одному слову. Ну, это такой способ поиска, другой. Дальше можно искать отдельно по авторам и применять разные виды фильтров. Опять же, это фильтр по ББК, фильтр по УГСН, по типу издания, по уровню образования, по издательству и по году издания. Давайте посмотрим, вот уже выбранные здесь фильтры, например, здесь прикладная математика и информатика, бакалавриат. Год – это в УГСН, тип издания в учебных только и уровень образования в бакалавриате. Ну, и год издания, начиная с 2015 года. Обращаю ваше внимание, что вот фильтр по году, он немного особенный. Здесь нельзя выбрать несколько пунктов, только один, потому что начиная с… Тут нельзя выбрать, начиная с 2015 года, или начиная с 2017 года, или начиная с 2020 года. Одно затирает другое. Всегда остается только один выбор. Ну, и УГСН выбирается из списочка. Вот, например, вот такой вот пунктик, нужный нам. Дальше, тип издания. Вот тут некоторые типы издания представлены. Учебные, справочные, научные, производственно-практические, нормативно-производственно-практические. И там еще, видите, вот есть, вот можно, как я уже говорил, там 10 или 15 пунктов, которые можно выбрать. Годы издания. Выбирайте нужный вам год. Ну, и в конце концов появляется у вас некий… Да, я забыл сказать, что при подборе вот этих всех фильтров вы, в принципе, в поиск можете ничего и не закладывать. То есть у вас свободный поиск по любому слову. Хотя бы только по фильтрам вы можете отфильтровать нужную вам литературу. Вот, вот в данном случае по этим фильтрам найдено 83 документа. Это все еще много, в принципе, не очень удобно искать в таком большом списке. Но вы можете еще фильтровать саму выдачу уже, да. То есть вот из этих 83 документов присутствует 10 авторов. Можете выбрать по автору. 10 разных издательств. Разные даты присутствуют. Ну, и 10 разных дисциплин. Можете вот посмотреть, например, выбрать только информатику здесь, да. Остается только 6 книг. Ну, и по жанрам, если жанры, конечно, не так часто приходится использовать, но тоже такая удобная фильтрация. Далее. Какие еще есть возможности у пользователей? Есть возможность сформировать свои поисковые выборки. Что такое поисковая выборка? Поисковая выборка – это некоторый список литературы, список изданий, которые вы выбрали в процессе поиска с тем, чтобы потом принять решение о том, читать их или нет. То есть вот вы выбираете что-то поиском, находите, например, ну, у вас широкий круг интересов, вы находите, например, 100 книжек. Эти 100 книжек вы просматриваете и выбираете из них 7, которые хотите посмотреть, будете вы их читать или нет. Разумеется, прерывание поиска на чтение не очень хорошо сказывается. То есть вы можете уйти от подбора уже к чтению и потом не вернуться. Поэтому вы делаете следующим образом. Вы галочками выделяете те книги, которые вам потенциально интересны. И в конце вашей выдачи вы, когда понимаете, что это уже все, нажимаете на кнопочку «Сформировать поисковую выборку». Даете этой поисковой выборке имя. И после этого ваша поисковая выборка появляется в вашем личном кабинете под тем названием, которое вы присвоили. И в ней кликабельный список книжек, прошу прощения, электронных изданий, которые вы потом можете вернуться к ним и почитать. Пронять уже решение о чтении. Теперь конкретно о преподавателях. Если вы зарегистрированы как преподаватель в электронной библиотечной системе, у вас есть возможность прямо в ВБС, не выходя из ВБС, посмотреть свои показатели RINZ. Показатели RINZ снимаются с e-library. У нас с ней прямая интеграция. То есть в тот момент, когда вы открываете эту страницу, запрашивается информация в e-library. И основные параметры, ну не все, примерно там 70% тех параметров, которые в e-library есть, ваши, они вот здесь вот публикуются. Что важно? Чтобы это работало, надо, чтобы вас, библиотекарь, вас зарегистрировал под вашими подлинными фамилией, именем и отчеством. Не под инициалами, а конкретно под фамилией, именем и отчеством. И более того, дальше вы должны воспользоваться вот этой настройкой spin. Ну, может вам это не понадобится, а может это понадобится. Если у вас какая-то достаточно, ну, типичная, скажем, для России фамилия, имя и отчество, и ваши полные тезки присутствуют в e-library, то без указания spin интеграция, она зацепится за первого попавшегося тезку, который в списке есть, и его выведет вам. Вот, но если вы подправите свой spin, то тогда у вас эта информация, это единственный раз надо сделать в вашем аккаунте, эта информация будет обновляться постоянно. Далее. Ну, вот есть такая схемка, которую в свое время начертил наш генеральный директор. Она мне очень нравится. Круговорот цитируемости в нашей ЭБС. Особенно это касается тех, кто публикует свои издания в нашей ЭБС. Получается, что вот электронный формат изданий, он увеличивает ссылка-оборот, ну, очень существенно, я думаю, что в разы. Откуда это происходит? Во-первых, если вы публикуете вашу книжку, статью или еще что-то в электронном виде, она попадает в нашу ЭБС, то через определенное время она, ну, насколько я помню, это пару месяцев, она попадает, мы информируем об этом и лайбраре, она попадает в РИНС. Ну, там есть еще свой период, когда они это все вставляют. Она попадает в РИНС, и происходит это, как правило, гораздо быстрее, нежели от бумажной книги, которая, во-первых, имеет более длительный период издания, ну, и, во-вторых, пока она там в РИНС попадет, тоже время достаточное происходит. Далее, как только книга появилась у нас, она появилась сразу у всех пользователей ЭБС. То есть не происходит времени распространения этой книги. Она практически сразу, ну, не практически, она сразу доступна всем пользователям. Соответственно, те люди, которые потенциально могут ее процитировать, они сразу могут найти ее в нашем каталоге. Далее, как вы видели, мы установили специальные методы для того, чтобы упростить цитирование технологически. То есть мы всюду печатаем корректное библиографическое описание вашей книжки, которые могут люди процитировать потом. Ну, и, наконец, цитируемый, благодаря этим средствам, цитируемый фрагмент, цитата, быстрее попадет в произведение вот этих вот уже людей, ну, и снова быстрее окажется в РИНС. Таким образом, вот этот вот круговорот, который создает наш ЭБС, он убыстряет процесс цитируемости. Какие еще возможности есть у преподавателя? Если ваш ВУЗ не поленился и создал наш ЭБС-структуру своего ВУЗа по кафедрам, по преподавателям, по группам, то вы можете добавить свой базовый учебник и сделать его доступным той или иной группе студентов, чтобы студент, когда заходил бы на ВБС, сразу увидел бы, какие учебники порекомендовал для изучения своей дисциплины тот или иной преподаватель. Также, это также для преподавателей, есть раздел, который называется «Мои научные интересы». Это раздел, в котором вы можете либо сами, посредством настройки некоторых тегов, указать ваши научные интересы, либо поручить это наше ЭБС, которое на основе статистики сможет предсказывать, какие книги из тех, которые есть в ЭБС, вам были бы интересны для чтения. Вот как это делается. Вы можете в настройке указать ряд тегов, вам высветятся подсказки, вот, например, тег «физическая химия», либо «биологическая химия», и можете этих тегов сколько угодно себе создать. Вот, например, тут три тега выбрано. А можете здесь поставить галочку на основе статистики. И в этом случае у вас добавится еще возможность, ну, просто, ну, такой не очень сильный, конечно, искусственный интеллект будет понимать, что вы хотите от нашей ЭБС. Попытается это предсказать каким-то образом. Вот. Обновление контента. Вы можете в настройке сервиса, помните, я говорил, что в основном нашем меню, вот в этом. Есть в конце пункт «Сервисы», в которых много интересного находится. Вот есть тут пункт «Обновление контента», в котором вы можете уже конкретно указать, начиная с какой даты по какую, вы хотите посмотреть обновление контента. То есть, какие новые книжки пришли. Ну, и чтобы не смотреть все обновления по всем вообще пунктам, тут тот же самый список фильтров, которые вы можете выбрать там. Например, можете выбрать только определенный ББК или только учебную литературу. Не интересует вас, например, сейчас научная, только ищите учебники. Обновление по учебникам. Вот можно посмотреть это, и эти обновления вот здесь вот появятся в виде такого списка, который можно посмотреть. Вот таким образом можно легко мониторить то, что вам интересно за последнее время. Книжная полка. Также вы можете создать книжную полку для ваших студентов, например, для первокурсников это особенно важно. книжную полку, которую... Это может сделать преподаватель или библиотекарь. Книжную полку, в которую можно положить все книжки, которые нужны студентам данной специальности, данного направления, данного курса. В этом случае эту книжную полку вы можете... Опять же, если у вас... Если у вас создана структура ВУЗа, то тогда эта книжная полка автоматически становится доступна студентам, для которых она сделана. Если нет, то можно просто... Вот здесь есть выбор скопировать ссылку, и эту ссылку можно расшарить с вашими студентами, и тогда ваши студенты, имеющие эту ссылку, получат доступ к этой книжной полке со всем набором учебников, которые им необходимы для изучения. Мобильные приложения. Мы недавно обновили наши мобильные приложения. Прошлая версия нас не совсем устраивала. Теперь у нас мобильные приложения почти что полнофункциональные, и в них, в общем-то, реализовано, ну, наверное, 80% всего того функционала, который есть в ВБС. Само мобильное приложение бесплатно, разумеется, но оно действует на вашем логине и пароле, оно запрашивает тот логин и пароль, который вы получаете в своем ВУЗе. Вот, то есть это просто иной способ доступа к нашей ЭБС посредством гаджета. Там для iOS вообще обещали, я думал, честно говоря, что уже сделали, вот не проверил. У меня у самого Android, я, наверное, на этом как-то зациклился, увидел, что в Android это все нормально работает, а вот союз, возможно, я постараюсь спросить в самом конце, может быть, ответит наш коллега, если подождете в конце вебинара, может быть, получите ответ на этот вопрос. Должен быть, вот уже должен быть скоро. Вот, что у нас есть в мобильном приложении? Читалка, плюс полная навигация, плюс персональная история, чего у нас раньше не было, то есть все, что вы читаете, делаете закладки, все это запоминается только точно так же, как и в большой версии. Вот, раньше, к сожалению, этого у нас не было, теперь это реализовано. А то есть приходите потом на большой компьютер и видите результаты своего чтения или другой работы с вашего гаджета. Ну, вот так примерно выглядит. Это такие же здесь рубрикаторы есть, каталоги, в которых можно искать. Вот, ну и если хотите узнать подробнее о наших новинках, скорее всего, о книжной полке и о наших мобильных приложениях тоже будет на этом вебинаре. Наш руководитель отдела разработки Артем Захватаев 23 ноября сего года, то есть через 10 дней, проведет вебинар университетской библиотеки онлайн и другие проекты компании Директ Медиа новости разработки. Вот последние новости, ну, не самые-самые последние, а с некоторым зазором, то есть еще и, может быть, те новости, которые с начала года были, вот об этом Артем расскажет. Ссылку я вам сейчас дам, наверное, эту ссылку желательно продублировать вам в чат. Минутку, это займет у меня несколько секунд. Сейчас я скопирую из своей презентации. И вставлю вам в чат. Так, вот так. Вот можете зарегистрироваться прямо сейчас на этом вебинаре, который проведет Артем. Вот Артем точно знает все по... потому есть АОС или нет, и когда он будет. Пару слов о другом нашем проекте, который называется Арт-Портал, я с большим удовольствием про этот наш проект обычно рассказываю, потому что сам принимаю участие в его создании, но частично. Вот, замечательный проект, просто пишет, вот у меня тут почему-то нет на него ссылки, это неправильно, да? Сейчас я вам организую ссылку. Одну минутку. Вот. Арт, а дальше наш... Ой, минутку. Арт-Библиоклуб.ру, его... его адрес. Вообще большинство наших проектов отдельных, они находятся на доменах третьего уровня к домену Библиоклуб. Вот. Это в основном открытый сайт. Это галерея изображений, плюс к этой галереи есть еще много удобных всяких интересных вещей, много специализированных текстов, которые делают его, ну, во многом учебным, учебным порталом. Вот. Кроме того, есть огромный раздел, подписной раздел Ортотека. Часть проектов в нем является бесплатными, часть требует подписки. Ну, вот, например, один из наших проектов бесплатных, это проект по полотну Александра Иванова «Явление Христа народу». Здесь у нас такое интерактивное путешествие по гигапиксельному изображению этого полотна, где мы подробно останавливаемся на каждом персонаже, делаем сопоставление с этюдами Иванова к этому произведению. Ну, в общем, очень интересная такая вещь. Вот и таких арт-проектов или выпусков Ортотеки у нас уже более 120. Вот, очень интересные. Ну, сейчас нет времени об этом подробно говорить. Ну, и, наконец, пару слов о нас, да, Директ Академия, где вы сейчас находитесь. Вот наш основной сайт. Всегда приходите, смотрите, что там есть. На нашем сайте есть информация о текущих вебинарах, о текущих онлайн-курсах. Чуть-чуть, пару слов похвастаться. В 2019 году мы получили, стали лауреатами Вики-премии в номинации «Свободные знания». Во-первых, за то, что мы публикуем все наши вебинары под свободные лицензии на YouTube. Во-вторых, потому что мы много сделали для продвижения Википедии в нашем пространстве информационном. Мы постоянно приглашаем кого-то от Википедии выступить у нас. Вот получили вот такие вот, такую вот статуэточку получили. Ну и закончить хотел бы прорекламировав наши онлайн-курсы, которые будут в ближайшее время. Вот этот курс Татьяны Телегиной, который состоится 24 ноября, начнется. Называется «Библиография для небиблиографов». О, прошу прощения, давайте я вам сейчас ссылочки на эти курсы тоже дам, потому что эти курсы очень хорошие. Я их не зря вам рекламирую. Вот ссылка на курс Татьяны Телегиной. Далее, следующий курс у нас будет курс Юрия Майского. 1 декабря он начнется и называется он «Речь педагога от ремесла к мастерству». Это совершенно новый курс, немножко по-другому. Он больше похож на тренинг. Здесь будет больше индивидуальной работы со слушателями и по объему он немного побольше, чем обычно наши курсы. Вот, совершенно замечательный тренер по речи Юрий Майский будет у нас. И его курс вот он. Это следующая ссылка. Ну и следующий курс. Между ними, наверное, еще какие-то курсы будут, но они у нас пока не сформированы. А вот совершенно точно ясно, что 26 января 2021 года у нас будет совместный курс с компанией антиплагиат, который будет называться современные технологии проверки научных и учебных текстов на заимствование в системе антиплагиат. На мой взгляд, чрезвычайно тема актуальная. Мы, кстати, с антиплагиатом находимся в хороших партнерских отношениях. Этот курс одна из наших партнерских проектов. Мы периодически выступаем у них. Они у нас в Директ Академии выступают. Ну и вот наконец мы созрели на то, чтобы сделать не просто отдельные вебинары, а такой последовательный курс. Он такой очень глубокий обещает быть. Пожалуйста, приходите на него тоже. Ну и на этом у меня вот как-то точно получилось. Час ложился. Вот на этом у меня все. Сейчас я постараюсь задать вопрос, если мне ответят в свободном быстро. Так, сейчас, одну минуточку. про мобильное приложение под iOS. Так, а пока я выдам сертификаты тем, кому это интересно. Это займет у меня минутку времени, прошу прощения. Я здесь, я никуда не ушел. просто я сейчас отвлекусь на выдачу сертификатов. Так, подготавливаю списки. охраняю файл, а вы пока можете готовить вопросы, если они у вас есть. так, сейчас я загляну в чат. Большое спасибо вам, тоже всем спасибо. сохраняем файлик. сохраняем файлик. Заходим в систему выдачи. переходим к вебинару. Собираем, загружаем. выдаем. Выдаем. И отправляем информацию на почту. Так, ну и теперь я могу смело сделать вот эту запись в нашем чате о том, что сертификаты вы можете получить вот здесь. Спасибо, Эльвира Алиевна. Ну что ж, да, вот кому нужны сертификаты, их можно приобрести вот по этому адресу. Сертификаты уже выданы. Вы по этому адресу увидите страничку поиска. В ней набираете свою фамилию либо e-mail. Появляется список тех сертификатов, тех вебинаров, которые вы посетили. Дальше выбираете тот сегодняшний вебинар. переходите по кнопочке на оплату через Яндекс.Кассу. 199 рублей стоит наш сертификат. И дальше на той же самой странице через пару минут появляется кнопка скачать. А, кстати, я не поделился своей презентацией. Ой, что-то. Вы можете скачать мою презентацию в разделе ресурсы, если это вам интересно. Так, я думаю с нашими с теми, кто смотрит нас на Ютубе можно уже проститься. Еще раз напоминаю, если вы смотрите нас на Ютубе, пожалуйста, нажимайте на лайк или если вам не понравилось, можете нажать дизлайк, мы по крайней мере будем знать. Этим вы нас поддержите, поддержите Директ Академию в Ютубе. Директ Академия